Производить дроны, которыми Россия терроризирует украинские города, станет сложнее. Соединенные Штаты ввели санкции против сети тайных компаний, которые поставляли Ирану компоненты для создания дронов. Прямо сейчас разбираемся и изучаем последствия этого решения на войну России против Украины. Министерство финансов США объявило о специальных ограничениях против сети иностранных подставных компаний, которые отправляли Тегерану секретное оборудование. Незаконное производство Ираном и распространение его смертоносных беспилотных летательных аппаратов своим террористическим доверенным лицам на Ближнем Востоке и в России продолжает обострять напряженность и затягивать конфликты, подрывая стабильность. Санкции введены в отношении десяти юридических и четырех физических лиц, базирующихся в Иране, Малайзии, Гонконге и Индонезии, которые были ключевыми в цепочке производства иранских беспилотных летательных аппаратов. В письменном отчете Министерства финансов утверждается, что эта сеть, возглавляемая базирующимися в Иране Хосейном Атефи Аркадани, способствовала закупкам компонентов американского и иностранного происхождения на сотни тысяч долларов для организации джихада, аэрокосмических сил, корпуса стражи Исламской революции и ее БПЛА-программ. Глобальное расследование выявила сеть иранских компаний-посредников, поставных компаний и логистических предприятий, которые использовались для закупки и облегчения передачи Ирану чувствительных технологий американского и иностранного происхождения для его программ вооружения. США по-прежнему сосредоточены на срыве усилий Ирана и его агентов по обходу санкций США в поддержку иранских программ вооружений, включая программу беспилотников, которые используются для поддержки и снабжения террористических организаций и других иностранных противников, таких как Россия, по всему миру. Аналитики уверены, что особо болезненным это решение может стать для российской цепочки производства беспилотников. Соединенные Штаты в тесной координации с нашими союзниками и партнерами будут продолжать использовать весь спектр наших инструментов и полномочий, чтобы разрушить эти незаконные сети закупок, а также привлечь к ответственности физических и юридических лиц, которые стремятся их поддержать. Это последний представленный в сети спутниковый снимок корпусов производства Шахет-136 на территории России. Еще 8 июня Белый дом опубликовал данные о разведке США, в которых утверждалось, что Россия получает иранские материалы, необходимые для строительства завода по производству ударных дронов. И согласно отчету Вашингтонского института науки и международной безопасности, сегодня здания, в которых производятся дроны, продолжают работать, причем на более высоких уровнях, чем другие объекты, расположенные в этой зоне. Завод по сборке иранских дронов российские власти обустроили в специальной экономической зоне Алабуга в республике Татарстан. И сегодня исследователи все громче задаются вопросом, почему данный завод и связанные с ним лица не фигурируют в санкционных списках. Дэвид Олбрайт, президент Вашингтонского института науки и международной безопасности, заявил голос в Америке, что Министерству финансов и гостепартаментам США следует ввести санкции против Алабуги и связанных с ней компаний, чтобы отговорить иностранный бизнес от сотрудничества с ними, назвав такие санкции давно назревшими. Фактически с момента разоблачения российского завода по производству ударных беспилотников, которыми Кремль терроризирует мирные города, в юридической плоскости нет предпринято решительных действий для противодействия этому. В то же время в голосе Америки подчеркивают, что более половины электроники в сборочном листе для беспилотников Шахет-136 компании Алабуга производятся американскими компаниями, часть остального поступает от четырех европейских компаний. В электронной промышленности компании отправляют миллионы компонентов дистрибьюторам, которые меньше заботятся о конечном пользователе. Производители должны сказать, что мы просто не собираемся продавать эти критически важные товары, если мы действительно не знаем, кто является конечным потребителем. Запросы журналистов касательно вынесения завода в санкционный список на данный момент оставлены без ответа со стороны государственных структур.